Бутылкус Только давайте по чесноку Не смотрите в конец ролика Ну вот что там, что может быть под этим Листочком бумаги, вот прямо сейчас Напишите в комментариях Ну и конечно можете пока вступить В группу, пока думаете Так что давайте ребят, все в ваших руках Гадайте Думайте Ну ладно Будем продолжать настройку самбы Из предыдущего ролика Еще раз напомню, что это Сервер, который Ну сама по себе, сервер и протокол И клиент в том числе В общем такое решение, которое Это даже не решение Это свободная реализация сетевого Протокола Общего доступа к файлам По сети Windows Вот так вот, если уж совсем замороченно Говорить, иными словами Возможность тупо создания общих Папок файлов, каталогов, принтеров И так далее Все это разумеется доступно и в Linux Причем это Ну действительно, с точки зрения администрирования Оно все-таки даже, наверное, и попроще Ну и к тому же, скорее всего Вы работаете тоже Из-под Windows, хотя лично для меня Это загадка, почему Как видите, у меня рабочий стол КДЕ и ничего в нем страшного нет Будем настраивать На самом деле, я уже все настроил Просто покажу, как это все выглядит На самом деле, ничего страшного Не происходит Подключаемся к нашей разбери И так, мы дома Что у нас здесь? Видите, дома я создал папочку Pi Projects Если мы посмотрим права Более подробно Права 777 И, разумеется, это директория Внутри ничего нет Можно Можно Ради интереса Создать какую-то другую Но давайте сейчас тоже Не будем заморачиваться Давайте Просто покажу, как оно выглядит Итак Мы создали Некую папочку Дали ей права Чмоды Чмоды 777 Командую Для Pi Projects Ну, собственно Тут-то ничего не изменилось Но, тем не менее Давайте Ради интереса Сделаем 7, скажем 5,5 И посмотрим Что изменилось Как видите Если раньше были права RUX То есть Чтение Запись Исполнение Для пользователя Чтение Запись Исполнение Для группы Пользователя И Чтение Запись Исполнение Для всех остальных 777 Вот что означают Эти права То сейчас После того, как я Присвоил права 755 Как видите Отключился Доступ На Чтение И Запись Для Гостей Сохранилась Возможность Запуска И чтения Для Группы Пользователя То есть Пропала Буква В В В В И Соответственно Сам пользователь Имеет права 7 Первая Семерка То есть Также полный Доступ Давайте Вернем права Этой же командой Еще раз Посмотрим Что поменялось Вот Снова Права Восстановлены Итак Где находится Конфигурационный Файл Самбо Разумеется Будем использовать MC Dite С правами Супер Пользователя Потому что Нам необходимо Исправить Серверный Конфиг То есть Сервером Вообще Называется Любой Демон Или Любое Приложение Которое Отвечает За То Или Иное Скажем Так Устройство Или Действие Или Обслуживание Собственно Сервер Оно и означает Практически Слуга Серв Служить Слуга Служебный Процесс Если хотите И В первую очередь Подразумевается Софт Сервер То есть Программа Потому что Хард Сервер Это Собственно Железный Ящик Где-то В серверной Итак Судо MC Dite И Где Находится Конфиг Самбо ETC Не поверите Самбо А называется Конфиг SMB Конф Вау И Вот Что У нас Здесь Есть Две Секции Настроек Как можно Увидеть Глобал И Projects Projects Это Уже Конкретно Настроечка Для Как видите HomePie Projects Проекты Для Малины Это Описание Давайте Порайдемся Коротенечко По Настройке Сервера Глобальной Wargroup Wargroup Да Можете Создать Так же Как Это Было Скажем По Умолчанию Принято Где-то Так В 90-х Или Даже В начале Нулевых Для Всех Домашних Сетей Обычно Называлось Home Но Вот Windows Настолько Все Попереморочили Поперезаворочили Что Более Популярным Все Так Стало Вот Это Убогая Умолчальная Wargroup Wargroup То есть Рабочая Группа Называется Рабочая Группа Вот Такая Вот Хренатень NetBIUS Name Это Как Представится Наш Сервер Шары То есть Как Мы Увидим Компьютер В локальной Сети То есть Это Первая Такая Первый Уровень Вложенности Всех Шар То есть Увидеть Сам Компьютер Бупи Разумеется Security User Будет Запрашиваться Логин И пароль Причем Запрещен Как видите Доступ Для гостей И собственно Никаких Пабликов Для конкретной Шары И Доступ Гостевой Запрещен Окончательно Сервер Сервер Стринг Это название Шары Ну Можно Немножко Поменять Ну Допустим Не шара А Описание Сервера Скажем так Это же Глобальная Настройка Ну Давайте Назовем Микро Микро PC Вот так Вот Как я уже сказал Map to guest Это Отправлять Всех В баню Браузи был Ну Да Посмотреть Можно Однако Никаких Шар Увидно Не будет Потому что Если Пользователь Не авторизован Потому что Ни одной Публичной Шары Кроме Вот Projects Которая Непубличная Не создана Соответственно Проходим Дальше В Секцию Projects Конкретно Название Шары Как видите Если Сама Директория Называется PyProjects Как вы Помните То Мы можем Ее переименовать В качестве Локальной Скажем Не локальной А именно Сетевой Шары Можем Задать ей Любое Имя И соответственно Вот оно То здесь И Сдается Можно Назвать ее Как-то По-другому Ну я Оставил Projects Коммент Разумеется Наведете Мышкой Увидите Пас Собственно Путь К этой Директории Так и есть Райтбл Да Разумеется Запись Должна Быть Разрешена Браузе Был Тоже Вполне Себе Логично Ее Необходимо Просматривать Маски Создания Почему 2.777 А не 0.777 Например Как могло Показаться Вполне Очевидным Дело В том Что По умолчанию 0.777 Для Группы Которая Будет Присваиваться Файлам При создании Будет Присвоена Ноу Групп И Соответственно Пользователи Не входящие В эту В эту Группу Не смогут Даже Исполнить И прочесть И изменить И даже Удалить Файлы Представляете Какая ерундинь Ну вот так Вот А 2.777 Соответственно Позволяет Нам Задать Setguidbit То есть Esguid Если уж Совсем Коротко Позволяет Нам Задать Свою Собственную Группу Для Своего Собственного Пользователя То есть В данном Конкретном Случае Это будет Пользователь Пи И его Группа Пи Вот так Вот Почему бы И нет Чо бы Чо бы Так и не Оставить Поэтому Вот именно Так Логично Ну и Соответственно Вопросы Безопасности Никакого Публичного Доступа Разумеется Здесь нет Никаких Гостей Тоже Быть Не Долж Но Сохраняем Что Нам Теперь Необходимо Сделать С С Сервером Сам Сам По себе Он Не Подхватывает Настройки Его Необходимо Перезагрузить Опять же От имени Супер Пользователя Мы Говорим Ну На самом Деле Есть Команда Сервис Но Точнее Не сервис А сервис Который Называется Сервис И позволяет Перезагружать Сервера Но В данном Случае Смбд Можно было Бы перезагрузить Однако Я предпочитаю Вот Смотреть На вывод Энита Это Гораздо Интереснее И Ну Более Информативно Находится Он Итси Инит Д Ну И Сам Сервер Не поверите Самбо И Что нам Необходимо Сделать Вот Если Я Нажимаю Таб Как Можете Видеть Появляются Возможные Команды Force Reload Reload Restart Start Status Stop Можно Сделать Стоп А затем Старт А можно Сделать Просто Рестарт Рестартуем Ну Вот Видите NMBD SMBD Рестартует Все Рестартанули Давайте Посмотрим Что Ж Мы Можем Получить В Файловом Менеджере Ну У меня Это Долфин Тут Кто-то Внезапно Спросил В комментариях К Предыдущему Ролику Что Что Тебя За Файловый Менеджер Я Такой Не Видел Это По Умолчанию В KDE Dolphin Мне Он Нравится Он Хороший Удобный И Все Что Необходимо Он Предоставляет Итак Переходим В сеть Вы пользуетесь Windows Поэтому Вы будете Видеть Не 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 Так Много Всего А просто Обзор Сети Или Обзор Локальной Сети Как-то Так Общие Папки Самбо Вот Она Wargroup Это Наша Рабочая Группа Здесь Будеск Это Собственно Мои Шары С Моего Вот Конкретно Компьютера С Дестопа Записи Прям Куда Сейчас Вот Прям В данный Момент Происходит Запись Этого Ролика Книги Музыка И Видео Но Речь Не Об Том Как Видите Вот Появилась Bupi И Описание Сервера Микро PC Переходим Внутрь Немножечко Тупит Получает По новой Ничего Страшного Обновилась Просто Предыдущие Результаты Работаю Как видите Настройки Поменял Соответственно Это Все Ну Я Так Понимаю Закешировалась Видимо Я просто Нажал F5 Так же Как В любом Браузере Просто Обновил Обновил Проекты Пустота Пустота Давайте Сделаем Следующее Проекты Это Моя Локальная Как видите Медиа Склад Программы Моя Локальная Папочка Папочка Директория Неважно HTML Татьяна Это Собственно Frontend Для Татьяны И Сама Татьяна Там Та 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 И Где-то Еще Скрытый Файл Должны Быть От нее Ну Ладно Это Не Принципиально А Pilearn Вот Перенесем Сюда Целиком Ой Спойлер Черт Как же Я Ну Ладно Ничего Страшного Итак В проекты В проекты Копируем Проверяем Возможно ли Копирование 70 мегабайт Так Скорость 4 мегабайта В секунду Да Да Так Зараза Вот не тянет 150 Несмотря на то Что до маршрутизатора Буквально Полтора Два Не более Метра Представляете Подстава И Копирование Сейчас Завершится И Начнем Веселиться Как видите Самбо Отработало Полностью Можно Теперь В этом Самостоятельно Убедиться Давайте Убедимся Смотрим Директория Директория Папка Короче PyProjects Находится Все еще Здесь Переходим В PyProjects Оп Пожалуйста Вот они Все наши Файлики Теперь Можем Посмотреть Что же Произошло Итак При копировании Обратите Внимание При Копировании Произошло Следующее Всем Директориям В данном Случае Докс И Макеты Были Присвоены Права 777 Всем Файлам Были Присвоены Права 755 По моему Или даже 744 О господи Я забыл Что Чему Равен А Получается 766 А единичка Это Икс Это Исполнение Ну Не принципиально В общем Теперь Пользователь Пи Как владелец Группа Владельца Тоже Пи Если бы Прописано Было Скажем 0777 То мы Увидели бы Такую Фигню Даже Не пи По моему А нет Мы увидели бы Пользователь Владелец Пи А вот Группа Пользователя Ноу Групп Или Нобади Забыл Это не принципиально Но вот Важно Чтобы В настройках Было Именно так Все Самба Работает Можно Менять Файлы По сети И так И так Пришло Время Немножко Повеселиться Как я уже Говорил Давайте Я вам Немножечко Наверное Повеселю Вас Слегка Ой Кнопкой Два диода Черт Потерял Я немножко Потерял Потерял Я Где то Я создавал Доки Макеты А Нет Не потерял Давайте Посмотрим Загружается Фризинг Нет К сожалению Не сохранилось Давайте Я вам покажу Что здесь Именно У меня На втором Мониторе Открылся Нет Это вот Как раз Кнопка И два диода Из предыдущей Давайте Я вам покажу Как это Как это Отработало И что же На самом Деле Находится Что же На самом Деле Находится Так Где мои Intel Хрень А вот My parts Во Что же Там Находится Сейчас Я вам Буду Показывать Но для Начала Для начала Давайте Все таки Уже Посмотрим Ну Что Готовы Узнать Что же Находится От 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 Тута Готовы 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 Даю Правильный Ответ Друзья Мои Здесь Находится Адовая Штука Которая Приближает Новый год Друзья Мои Да Вот В 4 утра 2 Ну Запись Происходит 3 Даже Декабря Хотя Для вас Уже Наверное Середина Декабря Но Так Или Иначе Вот Сегодня У меня Настроение Новогоднее Поэтому давайте Его и Создадим Разумеется Это Само собой Это же Ёлка Ну Разве Нет Самый Новогодний Символ Разумеется Ёлка Вот Вот Такая Вот Она У меня Страшная Получилась Ну И Конечно Же Конечно Же Вдрузим На нее Некую Звезду Опять Же Ну Для меня Как вы Понимаете Совсем Уж Принципиального Значения Не Имеет Как Выглядит Эта Звезда Главное Что Не Перевернутая А Теперь Давайте Дружно Наколдуем Чтобы Эта Ёлочка Горела Вот Я Даже Вот Так Вот Сделаю Давайте Все Вместе Ёлочка Гори Готовы Нет Смотрите Что Я Делаю Так Есть Возможно Запустить Гирлянду Гирлянда Я же Заспойлерил Гирлянду Друзья Мои Разумеется Это Гирлянда И Ёлочка Загорается Как Это Работает Сейчас Я Разумеется Вам Покажу Скрипт Разумеется Я Вам Покажу Находится Он В проектах Так В одну Панель Можно Закрыть Работаем По протоколу Обратите Внимание СМБ Как Пин Абу П Проджект То есть Работаем По сети С файлами Это Вот Шара Шара Вот Как Выглядит Программулина Примитивная Простая Внутри Как видите Находится Четыре Диода Все Что я У себя Нашел Это Вот Зеленый Два Красных И один Синий Который Очень любит Почему-то Часто Гореть Ну Потому Что Здесь Как Вот Можете Увидеть Давайте Я вам Немножко Увеличу Программулину Чтобы Было Получше Читать Дело В том Что Функция Ранд Это Это Все Таки Для Модуля Рандом Все Таки Это Псевдо Случайное Если Уж Заморачиваться Заморачиваться Именно Рандомом Таким Хорошим Хардкорным Не Входим Подключать Качественный Рандом Ну В смысле Модуль Рандом Черт Его знает Какой Но Для Таких Примитивных Задач Всякой Фигни Вот Такой Вот Веселой Вполне Достаточно Зажигаем Случайные Огни То есть Просто Тупо Вот Четыре Диода Которые Висят На портах 2.4.5.13 Ну В общем То У меня Здесь Была Схема Я ее Хотел Вам Показать Ну Давайте Вот Прям Быстренько Примитивненько Так Вот Накидаем Всего У нас Находится Четыре Диода Так Надо Передвинуть Чтобы Было Наверное Чуть Получше Вот Как Происходит Схема Подключения Саму По себе Разбери Я вам Показывать Не буду Достаточно Много Проводов Напутано Так Что Итак Как Подключена Здесь У нас Земля Да Земля Земля Подключена У нас К Так Это Ано И Катод Лице Катод Все Правильно Земля У нас Подключена К Катоду К Катоду Каждого 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 Диодика К Катоду Каждого Диода То есть Рез Две Три И Четыре Вот Таким Вот Образом Ну Это Как Сказать Не Принципиальная Схема Это Уже Я бы Назвал Готовым Практически Макетом Это Такая Схема Даже Не Монтажная Какая Хрен Он его знает Эскиз Короче Не знаю Как это Правильно Назвать Принципиальную Схему Это Тоже Можно Нарисовать Разумеется Как видите Вот Они То есть Подключено В землю Можно Немножко Так Похимичить Давайте Даже Кстати Вот По принципиальной Схеме Наверное Даже Интереснее Будет Так Повернуть Против Часовой Против Часовой Против Часовой Так Только Почему-то Земля Она Не Ко всем Подключилась Ну Ладно Значит Кстати Слушайте А что Как тут Прям Фиг его знает Ладно Неважно Итак Наглядно Наглядно Самое Главное Это Наглядность И Соответственно Первый Второй Третий Четвертый Ну Соответственно Какие-то Из них Два Красных Какие-то Какой-то Синий Какой-то Зеленый Подключены Ко второму Четвертому Пятому И тринадцатому Пинам GPIO То есть Второй По-моему Здесь Так Давайте-ка Зададим Чтобы все Было правильно Цвет Провода Черный Да Кстати Очень рекомендую Программа Фридзинг Особенно Для тех Кто занимается Микроэлектроникой Огромный Выбор Всех Запчастей Особенно Самых Популярных Ну Вот Видите Разбери Пи Вот она Вторая То есть Вот Вот так Вот Вот так Вот Значит И Так Это На что ITC А Да GPIO2 Это Первый Который Подключен У нас Давайте-ка Сделаем Его Например Желтым Чтобы было Получше И Попонятнее Видно Как-нибудь Вот Так То есть А1 У нас Подключен Ко второму Порту К четвертому Порту Подключен ИСЧУ1 Вот так Вот К пятому Подключен Оп Стоп 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 Это же Земля Какой из них Пятый А Ну да Разумеется Пятый Там Черт знает Где Где-то Тут GPIO5 Да Вот он GPIO5 Красота Наводим Красоту И 13 Где-то Рядом С ним Должен Быть Вот он И GPIO13 Подключен Подключен К последнему Диоду Смотрите А елочка Все еще Мигает Цикл Бесконечный Вот как Выглядит Схема Подключения Поскольку У портов GPIO И для Данной Конкретной Программы Даже Увеличим Как видите Я надеюсь Хорошо Видите Проблем Со зрением У вас Надеюсь Черт Никак Не попаду Во Проблем Со зрением Надеюсь У вас Нет Портов GPIO Которые Могут Соответственно Передавать 0 или 1 Ну Если Настроены На вывод Аж Целых 26 И вот Представьте Я сделал Рандомный Рандомную Такую Гирлянду Из 4 диодов А теперь Представьте Себе Ситуацию Вы Видели Как Работает Релья Все В том Самом Ролике И Соответственно Если Подключить 26 Релюшек Чувствуете К чему Дело Идет Можно Создать Новогоднюю Гирлянду Из 26 Элементов В качестве Элементов Можно Использовать Либо Собственно Самостоятельные Лампочки Диоды Что угодно Это уже Не принципиально Тут Фантазия Я бы Предпочел Использовать Цепи Последовательно Включенных Скажем 12 Вольтовых Ламп Например Ну и Как видите Уже 4 4 диода Создают Достаточно Такую Веселую Иллюминацию То есть 4 элемента Ну В нашем Случа Была бы Скажем Такая Звеноц Микроцепочка Такая Из 12 Вольтовых Ламп То есть Как это Обычно И выглядит В китайских Вот таких Дешевых Программируемых Как бы Гирляндах Вот Примерно То же самое Можно и Сделать Но В чем Прикол И Преимущество Разбери Представьте Себе 26 Модулей Реле Каждый Из них Имеет Либо 0 Либо 1 Введите Слово Для поиска 26 Ой Я неправильно Калькулятор Вел Кальк Чтобы Было Попонятнее Так Инженерный Представьте Себе У нас Есть Два Режима 0 и 1 0 и 1 Ну То есть Включить Или Выключить И Всего Таких Звеньев У нас 26 Итого Рекомбинаций Два В 26 Степени 67 Миллионов 108 Тысяч 864 Варианта Свечения Гирлянды Представляете 67 Миллионов Всего Лишь На 26 Портах Представляете Никогда Практически Вот за ночь Ну Нет На самом деле Повторится Как я уже сказал Это Псевдорандом Но Так или иначе Просто Вот Осознайте 67 Миллионов Комбинаций Да вам бы Тысячи Хватило Чтобы за ночь Не пересмотреть Разумеется Разумеется Можно И Не рандомом Можно запрограммировать Например На какую-то Последовательность Что в принципе Можно сделать Прямо сейчас Но Нет Я хочу Чтобы этот ролик Был достаточно Коротенечкий Чтобы вы понимали Наконец-то Я по сети И полностью Создал программу Практически Ну Ладно Хорошо Я написал ее локально Ну Невозможно в ней ошибиться Но невозможно Ну Примитивная программа Понимаете Че бы ее написать Вон Скрипт Вершен 0.1 И я Такой радостный Весь Из себя Сразу же Его загрузил Затестировал Ну Было бы глупо Ошибиться В четырех-то Переменных Да каких переменных В константах Фактически Все что остается Делать Это просто Вводить рандомом На них 0 или 1 Все В цикле Бесконечном Хо-хо Кстати да Бесконечный цикл Надо бы из него еще Придумать Как выход Написать Ну В моем случае Чпок Ctrl-C Ну и разумеется Из-за того Что выполнение Скрипта Было прервано Можно дальше Чисто ради интереса Вот так продолжим Иллюминацию Прервем Оп В другой комбинации Еще раз Оп О Смотрите-ка Получилось так Что она Оказалась в позиции 0-0-0-0-0-0-0-0 Чпок О Горят маленький Красный И большой Синий Ну круть Круть же Красотень Вот смотрите Как порадовать Ребенка Берете У китайцев За 100 рублей Горсть Такую Даже не горсть Тележку Рылешных модулей У них же Например Или В ближайшем Электромагазине Берете Кучу Маленьких Лампочек 12-ти вольтовых Втыкаете их Там штук 20 Не ну не 20 19 18 Да 18 Чтобы было Приблизительно 220 вольт Прям В ряд Последовательно Чтобы они Захавали 220 вольт И на каждую Рылюшку Вот таких вот Матери божьи 18 На каждую Из 26 Рылей Вешаете По Микро Гирлянде Из 18 Лампочек Каждую Лампочку Можно покрасить Насколько я помню Мой батя Который Собственно Тоже Увлекался С электроникой Делал Светомузыку Привет Товарищу Старшему Нашему Значит Он делал Светомузыку И соответственно Вот По стопам Батяне Ядрен батон Да будет музыка Хотя кстати Да Ну что же Музыка то у вас есть Ну и Собственно Господа Желаю вам Новогоднего настроения С вами был Бутылкус Исходный код Программы В описании Можете скачать У меня Из моего блога Желаю всем Скорейшего наступления С бычьи мечт И всех Ожиданий Ну и Разумеется Дальше уже Будем заниматься Чем-то Более Интересным Предлагайте Свои варианты Подкидывайте Идеи Давайте Попрограммируем Вместе Что-нибудь Придумаем Ну и Конечно же Скрипт Татьяны На гитхабе Я пока его не трогал Но постепенно Мои потные ладони Доберутся До нее До нее До нее До умных домохозяйки Вот так вот Назовем Всем спасибо За внимание Пусть вас Радует Еще несколько секунд Это Замечательная Картиночка С вами был Бутылкус Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok